Владислав Артемьев, спасибо за присутствие здесь на маленькой пресс-конференции. Вы только что сыграли в ничу с Бу Хианжи в этом важном матче против Китая. Расскажите, пожалуйста, про партии. Во-первых, добрый вечер. Да, сегодня у нас очень важный матч. Можно сказать, это матч чемпионата был отчасти, ну, в мужской секции. Китай вчера проиграл, поэтому в случае сегодняшней победы, ну, это большое подспорье для России будет. Вот, что касается моей партии, то я избрал, так скажем, не самый притязательный дебют. Дебют третий разыграл. И пошел Ферз Б3, Ферз Б6, Д3. Дальше слон Е3. Ну, то есть, как-то позиционно я старался играть. Затем я все-таки сумел выиграть слона соперника после Аш-3 слона в 3. Ну, и получить преимущество. Ну, уже не двух слонов, но слона над коня, так скажем. Но затем как-то я начал ошибаться, да. Возможно, СД не стоило играть. Может быть, надо было как-то просто, там, коня на Д2 ставить. Ну, вернее, МС-1 пошел конь Е8. Возможно, стоило Владя Б1, конь Д6, конь Д2 пойти. Я думаю, чуть-чуть поприятнее у белых. Ну, впоследствии Д4 и Е3 я хочу поставить структуру. И какое-то давление, наверное, сохраняется, я думаю. Еще какой-то конкретный ход у меня был конь Д4. Ну, там не так ясно Е5, конь Ф5, Д4 вариант. Ну, то есть, вместо СД конь Д4. Идея в том, что на конь Д6, С5 был бы ход. И поле Б5 я держу. Вот, но я как-то долго думал и решил сыграть попроще. Пошел СД, ЕД. Но здесь еще я мог пойти Е4, но там позиция, казалось, мне неясная. После ДЕ, ДЕ, конь С7. Как-то конь Д4, может Владеев Д8. Ну, то есть, как бы у меня какая-то активность есть, но если я ничего такого скорого не придумаю, у меня структура хуже. Вот, поэтому я отказался от этого. Вот, в пользу, ну, Владеев Б1, конь Д6, конь Д4 я пошел. Ну, дальше мы играли логично пару ходов. Потом я решил пойти А4, чтобы не дать сопернику самому пойти А4. И если, как бы, он сгонит моего коня с поля Д4, конь Б5 появится ход. Вот, ну, это еще нормально, я думаю, А4. А вот потом то, что я сделал, А4, это, конечно, очень рискованный ход. Потому что после Владяев Б4 мой спернинг долго думал в этот момент, но избрал самое амбициозное продолжение. После этого как-то тяжело стало в спокойном ключе продолжать играть. Надо было, конечно, С3, наверное, пойти вместо А4, либо Конь С2. Я думаю, позиция в районе равенства остается, но у Черных уже полный порядок. Возможно, Конь С2 надежнее. Ну, С3 тоже неплохо должно быть. Вот, а по С4, Владяя Б4 я пошел А3, Владяя А4 и Конь С6. Ну, то есть, моя надежда заключалась в том, что я, ну, надеялся, что Владя А4 не скоро войдет в игру. И тут, кстати говоря, намного разумнее было бы сделать любой ход, кроме А4. Потому что после А4 поле Ж4 лазейка у Черных появляется. Вот, но что поделать? Еще у нас соперник, ну, удачный ресурс нашел, что после моего взятия слон Д5 он напал как-то Конь Е7 и моего слона важного выбил. И после этого, конечно же, уже о победе белых речи не шло. Пришлось обороняться. Ну, в целом, для этой цели я неплохой ход сделал А5. То есть, соперник хотел пойти Ж6, король Ж7, а я ходом А5 сократил количество пешек. То есть, я пошел А5, Ж6, тут я мог еще пойти А6, но там как-то Ф5, потом король Ф7, конь Ф6, и можно при случае пешку на А6 потерять. Поэтому я решил, ну, упростить, это разумно довольно. И дальше, возможно, Владя Б7, мой соперник, ошибся. Ну, это перед контролем ходов. Ходов З5 до 40-го хода. Может быть, стоил Владя Д7 пойти. И там, в принципе, ну, Владя А4 по-прежнему вне игры, но все-таки конь лишний, и какие-то перспективы есть игры на победу. Но я думаю, что ближе к ничее объективно. То есть, я не думаю, что это проигранная позиция. Ну, программа может в районе единицы покажет, а может и меньше. Мне кажется, хороший шанс на ничью убил. Вот, а после контроля, ну, мне пришлось немножко посчитать. Я пошел Владя Ц3 с идеей король Ц2, король Б3. И мой соперник пошел король Ж4, король Ц2, и здесь он сделал довольно тонкий ход король Х3. Но идея в том, что если черные играют король Ф3, тогда я хожу Д4, и после конь Д4 ЕД шаг. То есть, король под шагом. И на король Ф2 Д5 у меня уже опасная проходная. Вот, а если король Ф3, Д4, там был вариант такой конь Д6, с идеей на король Б3, конь Б5, то я просто бью король А4, конь Ц3, король А5, король Ф2, король Б4, и тут непонятно, кто больше рискует. Возможно, у черных просто плохая позиция, потому что у меня по А проходная, и по Д у меня две проходных, это очень опасно для черных. Поэтому мастер первый пошел король Х3, я это, в принципе, тоже видел, когда играл Владя Ц3 на 41 ходу. Но я был уверен, что ничья у меня должна найтись, хотя, конечно, было немножко страшновато, поскольку мой король был отрезан от королевского фланга на Ц2. И мне кажется, я в ладейнике сделал точный ход Ладья Ц6. Потому что, ну, если пойти как-то Ладья Ц7, то Ф5, и, ну, как-то Ладья Ц6, Ладья Ж4, и король на Ж2 идет. Это, ну, не казалось мне ясным. То есть, ну, мягко говоря, я не видел какой-то конкретной ничьей для себя, поэтому я пошел Ладья Ц6. Моя идея Ладья Ф6, сопернику придется Ладью по 7 поставить, ну, и там уже как-нибудь короля на А4 можно вести, но черные ничем не грозят. Поэтому мой соперник испробовал попытку перехода в пешечный эндшпиль, Ладья Д5, Ладья Ф4, Ладья Ф5. Но я взял на Ф5 и пошел король Д3. А вот здесь, возможно, мой соперник как-то пошел король Ж4. И я посчитал, ну, по СА4 ничья уже. Потому что там король Ф3, король Д4, король Ф2, король Е5, король Ж3, король Ф5. И как бы белым еще нужно сделать два хода, чтобы съесть пешку на Ф7. Но черный король тоже достаточно далеко находится, поэтому ничья получается. Довольно удивительная позиция для практической партии. Вот, а если бы мой противник вместо король Ж4 пошел А4, то, возможно, не знаю даже, что делать. Может, король Д4 стоит пойти. Король Д4, король Ж4, король Е5. Потому что если как-то король Е3, то король Ж4. И там на король Д4, Ф4, король Е5, Ф3 где-то есть ход. То есть там нужно смотреть, могут быть секс-ванги различные. Поэтому на А4, наверное, надо король Д4 играть сразу. И, по всей видимости, это ничья легкая. Вот, ну, что сказать. Конечно, я А4 зря пошел. Ну, в целом у меня нормальная позиция была. Хотя, конечно, немножко я, может, не играл, потому что до этого преимущество небольшое было. А в тот момент, когда я пошел А4, все-таки уже у Черных комфортная позиция была. Ну, около равенства. А после А4, да, я сам создал себе проблему, так скажем. Вот, ну, соперник, конечно, неплохо играл. Ну, рад, что удалось спастись, потому что было бы очень обидно. И с таким немножко поспешным действием проиграть партию. Спасибо за это глубокое объяснение про партию. Как мы сейчас говорим, счет в матче 2 на 1 в пользу России. Да, верно. И играет еще Саша Гришук. У него эндшпиль ладейный. Довольно острый, может быть. Как вы думаете, как вы оцениваете позицию? Ну, я краем глаза смотрел на партию у Александра. Вот, например, после контроля у них возник эндшпиль. По 3 пешки на королевском фланге. У Александра проходная по Д. В принципе, ну, какие-то шансы, мне казалось, есть у Черных. Ну, наверное, ВИ довольно четко защищалась, поскольку он сумел как-то отъесть на G4. И, ну, у Черных осталась только одна пешка. Пускай и опасная, но все-таки это лишь одна пешка. Можно всегда дать ладью за пешку. И провести пешку Ашферзи. Вот. Ну, в целом, я думаю интуитивно, что это ничейный эндшпиль. Но ладейные эндшпиля как бы сложны, поэтому всегда есть, так скажем, шанс на ошибку. Вот, ну, и на ошибку ВИ в данном случае, потому что Грищук там не зона риска сейчас. Я надеюсь. Да, это значит, скорее всего, победа для России у Китая. Вы это уже объяснили раньше. Ситуация в турнире, что у Китая, конечно, сейчас нехорошее положение. Зато Россия победила во всех трех матчах. А вы набрали из трех партий, два с половиной. Конечно, кажется, что российская команда очень зависит тоже от вас. Две победы в первых двух матчах. А сейчас важная ничья тоже. Ну да, сегодня Россия, так скажем, как никогда зависела от меня, потому что после моего нелепого хода аж четыре, так скажем, победа сборная оказалась под вопросом, под большим вопросом. Потому что пришлось фигурой жертвовать, какие-то осложнения пошли. Поэтому, ну, все-таки главный результат, хотя, конечно, течение партии в какой-то момент было абсолютно нерадужным, так скажем. Ну, что поделать. Это спорт. Вот. Ошибки – это составляющая шахмат. Большое спасибо и удачи. Спасибо, всего доброго. Всего хороших туров. Спасибо.